Все, теперь работает эти хули. Стоп, ехать. Я запустил вроде стрим. Или нет? Бля. Там опубликовать надо нажать, и, по сути, потом где-то через секунд 10 все начнется. Да, все, понял, понял. Я зашла. Такс. Музычку на фон попробую. У меня уже такая привычка, слушай. Нам нужна замена пота, пишите ники в чат. Да, это правда. А там же был кто-то, вот, кого мы хотели взять, но места не хватило. Я, кстати, посидел на стриме Алисона, посмотрел, вообще-то прикольная тема, мне понравилась. Вообще, жизнь, такой трэш, вообще. Забавная штука. Обратите, а, вот, нашел. Опа. Какой был легендарный, да, да. Мне еще этот понравился, Обама. Так, наверное, карта, сейчас ее вспомните. Финал, ребята просят провести БУ-3 финал, потому что так будет, типа, нечестный, если это ПУ-1. Сильные команды, против сильных команд, мы уйдем димы. Нам так, и что нам делать теперь? Ну, вот, тайныков вроде молчит пока, что на текущий момент. Вообще, пересоберем, мы ли обратно всех. Ага, так вот, я его пригласил. Он вроде за. Так, с ПУ-3 не будет. Команда ПУ-3. Стендап? Да, адовая тема была, пиздец. Я всю дорогу летел, сидел, летел тоже, можно сказать, с лицом Джокера, блядь. У меня была какая-то нервная улыбка, я вообще в ахуезах был. Конь, да, конь, конечно, вышел с образом. Ну, как бы, никто не запрещал. Я поугарал с этого, с твоей мать. Последний тоже Тип что-то сказал про твоя мать такая нищая, всех порвало с этого, что это мать уже. Слушай, ну, про мать там, первые, не знаю, первые пару десятков были норм. Остальные пару сотен, он, конечно, где-то купил книжечку советскую с этими приколами. Я спрашиваю, спрашиваю, думаешь, образ? Я думал, лошадь это Хоакин Феникс и сейчас застрелит Алисона. Кстати, да, от него есть такое ощущение. Венья какое-то, майничинское. Я могу заменить путь, но сначала надо включить ноутбук. Если надо, то сделаю. Поза пол. А, точно, поза пол. То есть, подожди, сейчас будет борьба кого с кем? Ты имеешь в виду, надо будет сделать... А, погоди. Ты имел в виду, надо будет сделать Best of 3 в следующий раз. В смысле? Ну, ты им говорил, что ребята просят, чтобы мы сделали Best of 3. Не в этот раз. То есть, в этот уже доведем как есть, а в следующий в Best of 3 будет. Наоборот, в этом Best of 3, так как это финал, как понять? А, подожди, финал? Да, конечно. Финал, Best of 3, окей. Ладно. В следующий раз мы уже кардинально подготовимся с сетками, с разделением по ММРу. Да, надо еще спонсоров поднабрать. Ну, да, я вот думаю, как с этим что придумать. Что не придумаем? Может, может, Рай там написать что-то? Хотя, вряд ли им это интересно. Они скажут, пошли в пизду. Так, а где пузо, блядь? Я не могу его найти. Он, походу, просто вышел. Но он только что был у Колли на стриме. Да? Да. Мм. Ну, что, я пузо, одного пузо ждем, получается. Так, ну, ладно, пока у нас подготовочка, сейчас две минуты меня не будет. Да, конечно. Я ем задницу. Да, да. Было там такое. Главная штука, кстати, получилась. Мне понравилась. Я в Алисе на посидел, посмотрел. Классная штучка. Музыка, кстати, да, я с музыки тоже прикурил. Брандан, по-честному, в тот момент, когда заиграла Бандюэль, я подумал, что здесь как бы чисто за эту фьюшку нужно было отдавать победу. Не знаю, что в конце пошло не так. Возможно, он просто, блин, он хорошее выступление, потер о нем хорошие эмоции, хорошие впечатления, потер вот своей вот этой вот затянули длиннючей концовкой. Если бы он там оффнул, я думаю, он бы выиграл запросто. Так и что, я так понимаю, пятого не будет? Громпузо читал рэп 10 минут. Выключенный микрофон стоял, это было вообще. Громпузо, кстати, здесь, вот он, в чате. Где? Я не вижу. Громпузо. Все, он говорит, бля, я тут, говорит. Закатаешь, хорошо, я пойду быстро перекурю, я пиздец курить хочу. Я еще в Дискорде с ребятами сидел все это время. Бля, ты такой кайфовый. Останься на вазе. Тебе пишет, говорит. Брюшан говорит, ты такой кайфовый, останься на вазе. Баксим, ну ты же тоже кайфовый, блядь. Да я думал, это ты мне лично говоришь. Слушай, я тебе в других счастьях. Чё ты тут твич у пиндосов сидишь? Давай нам по-русски засядем. Ты на вазе? Воды, по воду, ну да, по сопочке нальем. Мне норм. Ради бога, сейчас я приду покурю, быстренько я приду. Давай. Так, все здесь. Слушайте, ну это был как минимум необычный опыт. Вот это стендап-шоу. Я все ожидал всего чего угодно, но не этого. Да, у Сири, когда? Да, жаловаться-то не на что. Нормально все. Ну тебя как? Слушайте, подождите, а как это получилось? То, что все, кто был на турнире у Дэна, не увидели выступление Иппа? Получилось так? Потому что я, походу, на него не успел. Я так понял. Так там 300 человек сидело, как минимум. Так, я смотрю, все ребята уже готовы. Ой, ну если готовы, то мы тоже. Мы тоже готовы. Единственное что, единственное что, я не смогу эмоционировать, так как до этого, потому что у меня уже все спят, к сожалению. Ну, как можешь, на пределе возможностей. Как говорится, опыт какой есть, будем довольствоваться тем, что есть. В следующий раз турниры будем проводить днем, так как выходные, правильно? Опыт Squish. Я тут, но там войс, одно тело. Сейчас я к вам зайду, секунду. А, в смысле, да. Guys. Voice. Надо заценить, надо заценить, надо будет зайти на запись стрима, посмотреть, что там за выступление было. Через три часа на поезд и учебу, опять, да, 29 августа, ух, ух, ух. Но я на учебу возвращался где-то в середине сентября, 15-го. Типа, если уж какие пары проебывать, то первые в году, это очевидно. А, банят Рершан. Команда Тайнакова. Не хотят видеть этого. Вообще, это мой был любимый эффект Фантомаса. Я был в натуре, как этот, как ты сказал, как этот призрак дружелюбный. Каспер, Каспер внутри универа. Да, если ты не появляешься с самого начала года, и преподы не видят твоего лица, и ты появляешься в самом конце, они думают, что ты на вождении, и тебя никогда не существовало, что ты какой-то персонаж, и могут сжалиться, поставить. Ну, не могут, а мне ставили запросто. А нет, донаты? Это я, по-моему, не ставил. На вождении ничего. Есть и говорить. А что там произошло в больничке? Тебе что-то вырезали? О, нет. Банят Биего оппоненты и банят Горена. Подожди, уже баны идут? Я-то ничего не вижу, ты на стримеешь. Я забыл про эту тему, извини. Все, давай-давай. Все, готово. Подожди, подожди. То есть, они наслышаны о Горене Гром Пузо, да? Конечно, конечно. Посмотри, они банят полностью их пик, потому что, скорее всего, они ожидают, что в прошлый раз все играли на мейнах, что, в принципе, скорее всего, возможно. В принципе, логично. В принципе, логично. Но почему команда Тайнакова не респектит Ноктюрна и не респектит Тутиана? Пока что неизвестно. Первый пик? Рей Ган? Рей Ган? Ну, ну что? Ну, собственно, Ноктюрн, что и ожидалось. Не знаю, ошибка это была или нет. По-моему, ошибка. То есть, какой мог быть Трэш, например, или Моргана? Не зареспектили Ноктюрна, к сожалению. Не боятся. Не боятся сильные. Волевые, волевые ребята, согласен. А, ну, гланды, я так и подумал. Ну, гланды, это нормально, это всем вырезали. Ой, семпай, спасибо за 10 рублей. Проверочка, работайте. Проверочка. Интересный рейнингтон, посмотрим. Рейнингтон? Это может быть рейнингтон мид, кстати. Брузеры сейчас довольно-таки сильные. И не знаю нынешнюю миду, но ты подсказываешь, что... Так, подождет, кто выбирается? Саппорт или мидер? Скорее всего, мидер. Рей Кан это саппорт. Ага. С контролем и с щеточками. Нету бота, ребят, у меня на донат нету. Пикет, а там все победили. Или ты про что спрашиваешь? Кверти, в зависимости от того, сколько мы здесь сейчас проведем времени, потому что здесь, по-моему, сейчас будет best of three. Black Laguna, команда красной стороны, когда сражалась с первой командой, буквально застомпили своих оппонентов. Команда Тайнакова очень хорошо отыграли, был равный счет. То есть, но они очень хорошо провели свой тимфайт и за счет этого выиграли. Самира, надо Керри, сейчас ты посмотришь, что это за... О-о-о, хочу-хочу-хочу узнать, хочу увидеть. Продолжается драф-драф-бан-фаза. Потому что там в первом бою с Микет было чисто в одни ворота, а второй был прям мощный, реально как киберспортивный какой-то турнир. Типы же Роско дрались. И команда была сильная у обоих, так что сейчас будет тоже, наверное, интересно. Такс, такс, такс. Ага, Таан, Таан ушел в бан. Че, боятся Таан? А сейчас как Таан себе идет? Там Кенч сейчас очень сильный, очень сильный, его reworkнули. Реворкнули? Да, да, он теперь играется на топе. У него раньше было на W хватай-глотай, это когда он союзника, типа, кушает. Да-да-да-да. А теперь это на ульте, и там дается огромный щит. А на W теперь, типа, он уходит под землю, как ульта, выныривает, но еще и подбрасывает. То есть они просто слапнули местами? Да, по сути, да. Ну, вообще-то, если честно, у него всегда это хватай-глотай ощущалось как ультимативная способность, такая же жесткая, вокруг нее только играть и надо. Согласен, согласен. Ксин, Ксин ушел, Ксин ушел. Хороший банк. Ксин всегда был опасен. Хороший банк Ксина, он сейчас тоже находится в мете, в дирлисте, поэтому банк Ксина вполне разумен. Реблан, кстати, на миду, на самом деле, очень хороший уже пик в текущей мете. Тысячу лет не видел. Она сейчас очень сильно, но все, как говорится, типа, вот Реблан как раз-таки герой о том, чтобы захватить Йорли преимущество и разгонять линии быстро. Крончи, а меня тихо слышно. Я просто негромко говорил. Сайлась появляется. У оппонентов. Эликран выфер, это вообще жуть. Только чьи ульту он будет воровать. Вот так вот, пасарикана. ЛБ. Уже в прошлом бою-то хорошо совпало, что я знал почти всех персонажей, так, боль. В этом для меня будет, наверное, много новинкой. Потому что Сайлоса, я, честно говоря, я не знаю, наверное, он вышел давно, но я его тоже особо и не видел. Ну, это, короче, герой, который бороют, у него ульта своровать чужой ультимейт. Точно, 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 все, понял. Пантеон. Слушай, какая классическая команда у них выглядит, знаешь. У синей стороны? Да, да, да. Согласен, согласен. Но так же и зависит очень сильно. Подожди, это Пантеон Атопия? В Ренингтона Леона на саппорте. В Самира герой очень любит контроль. Типа она под контроль, вечно энгейджит. То есть, если Леона начнет инициацию, Самира поддержит, там ворвется Ренингтон и влетит Ноктюрн, это будет... Ну, значит, Джинкс придется не сладко, учитывая то, что особо эскейпов у нее кот наплакал. Ну, есть Рейкан, который может поддержать все это дело контролем. Есть Рейкан, всегда есть Рейкан. Также есть Пантеон, который может смещаться с ультимейтом. Будем смотреть на реализацию. Честно говоря, пик правой и красной стороны мне нравится больше, но если что-то пойдет у них не так, им будет не так уж просто вернуться в свой темп. Так как левая сторона, допустим, та же Лебланка, тот же Казикс, расхиженный, типа, по ним, да просто Анстапа был герой. Пантеон страшный дядя, может намутить. Пантеон сильный герой в Йорле, но чем дольше тянется играть, тем он слабее становится. Так что он тоже после реворка вроде бы, да там? Да, да, да. У него озвучка кавказская. Имерика. Джинкс сэйвить некому. Ну почему же некому? Рейкан есть. Есть Пантеон со своим таргет станом. Это Na'Vi? Ну, Рейкан и Пантеон это тебе не Леона и даже не Леня в этом плане. Справедливо, справедливо. Справедливо. Лесомир, мы будем посмотреть. Лесомир еще такой чемпион, который может как влететь в Teamfight, так и выйти из него с помощью вражеской команды. Знаю, как Алексей может использовать это героя. А кого мы еще боялись у красных? Сейчас скажу, Люциан. Люциан и Люциан и Люциан в прошлой игре просто разорвали. Колоссальное просто давление на карту создавали. И все остальные, кстати, тоже выиграли свои линии. То есть они тоже были сильными, их тоже стоит отметить. Как говорится, а Декерри без саппорта, как бы, сами знаете. Смотрю вот на иконки синей команды, и вот такое, знаешь, не покидает ощущение хрупкости ее, знаешь, какой-то скрешовости, чего-то такого. Налететь один раз, вот Ноктюрн кинет темноту, и все вкинутся, с чего могут. И вот просто будет кошмар на улице Вязов. Ну, я как бы ничего не знаю, просто такое ощущение внутри. Полностью с тобой согласен, самого именно фронтлейна у синей стороны нету, что, кстати, не плюс. Но если они реализуют свое юрли преимущество, типа у Казикса, ты же знаешь, по изолированным целям дополнительный дамаг. Да-да-да. То есть если так-то они смогут это все дело реализовать неплохо, они могут наращивать. Но также оппоненты с Келлиаса неплохо, то есть красной стороны. Ренингтон просто там с Теракцией берет, будет выживать, то есть будет танковать, выживать. Дамажить, отхиливаться. Смогут ли представители синей стороны все это дело... Еще и вспомним, что синие это на коленке собранная команда час назад. А я как бы хочу сказать, что за, не знаю, несколько лет игры в лол со своей командой я не мог договориться. Не знаю, за сколько, за 500 часов, за 1000 каток, за сколько. То есть сделали это просто так, чтобы там уметь поддержать друг друга вовремя. Хотя в прошлой игре все было просто, как будто бы я уже смотрю за какой-то существующей командой. Согласен, согласен. Если я правильно понимаю, то шотколил типа их команду тайников, он же Олег. Он говорил, как что-то и решение принимает, поэтому... А я знаю, что он типа брал высокая Элла на ру-сервере, типа ты там один, если я не ошибаюсь. Поэтому как бы у него опыта достаточно. Сумасшедший, лидер, боец, борец, надуде игрец. Привет, спасибо большое за донат. Здоровье хорошо, да. Последний раз я здесь стримил фильм, на который меня модеры оффнули стрим. Но ничего страшного бывает. Спасибо большое за поддержку. Так, ну что ж. Получается... Блин, интересно, драфт все-таки получается. Интересно, кто кого что-то как реализует. В целом, Самира... Если на Фидице, а такое возможно. Потому что под контролем Рейкан Суперс, ну, дешевый саппорт. Сейчас еще не знаем наперед, но я лично надеюсь не на исход, где сейчас просто все решится за несколько буквально игровых событий. Ну... Что окажется, что все это нам все кажется. И все в одни ворота, но сейчас узнаем. Да, сейчас посмотрим. Так как это Best of 3, возможно, следующая игра вообще нас разорвет. Кстати, кстати, возможно, за три игры они вообще много поймут, что друг от друга, о плейстайле, и что нужно делать. Согласен, согласен. Ну что, ребята, начинается игра. Добро пожаловать в «Щелье призывателя». Хм. Побежали. Все побежали. Так. Че там намечается встреча какая-то, стычечка что ли, не пойму. Угу. Ну, так вот, да. Скорее всего, да, он будет планируется играть. Начинается агрессия небольшая. Ну, пока что это выглядит довольно удачно. Не знаю, хорошо встали. Опа. Противников, противников ряда много. Решать. Их не вдомек ничего. Это вообще отлично. Посмотри, посмотри, как Тайнаков. Он все видит, естественно, уходит. Завардили. Но это, но это, но это, это теперь добавляет ему нервов. Теперь это портит его некоторые планы. Он идет, он вынужден идти на синий. Да, Тайнаков не хочет размениваться лишний раз. Не хочет страшно важных моментов, поэтому просто идет спокойно на синий. Нету, если я правильно понимаю, рыка на свитке. Это лупы, чтобы зачистить варды. Мобы пошли. Поплагала немножко. Нактюр начинает с синего, скорее всего, драка будет, драки не будет, кстати, потому что Тайнаков берет синий, потом берет грампа, скорее всего, идет на красный. То есть они разменяются в разных частях карты. Получается, лестники дуэлиться не будут, но может быть контрганг на мид? Стандартные, стандартные размены, проверяют друг друга на прочность, ничего особенного. Опа, а здесь может быть серьезнее, чем кажется на топе. Крипов больше. Рингтон получит левел 2 раньше. Думаешь, будет кидаться? Конечно. Уже, уже делают. Получил левел 2 раньше. Ну, буквально на микросекунду. Да, смог немножко прополкать с кушки. Линия запушивается в сторону Саваса. Ой-ой-ой, здесь уже кто-то получает по морде, и что же, выживает, выживает. Давай последний удар. Нет, это ферстблад. Это ферстблад. Ой, подожди, подожди. Рикан не хочет отдавать, но он может получить. Причем легко, что же это происходит, как он так смело поступил. Ошибка. затошил задание алексей он же самира в догорит нет ли план выживает выживает бежит домой сколько кп женщины 50 50 хп так хорошо что-то страшное произошло на боде на самом деле это такое значочек даблкил на боте скажи мне что еще лучше может быть в плане преимущества вообще вообще отличная ситуация они еще и покинулись они сейчас типа они не теряют в принципе крипов ну типа 2 максимум потеряют 2 3 линия будет слово пушится в их сторону то есть они получат еще немало экспы в этот момент камера и девица это сломалось тайна как смайтед рабика ну правильно правильно она того стоит конечно обзор деньги если информацию понтона давайте посмотрим если информацию понтона что у него могут выйти у него не было но он предусмотрительно отходит гром пузо читает игру очень интересно что будет происходить на боте в прошлых файт я даже не понял особо что произошло ты мне сказал что это адека я увидел когда нам просто машет мечом в range обычного удара ближнего да смотри самера работает как кушка дальняя стреляет типа просто пистолетом на range условно говоря когда был ее и ой-ой-ой-ой как он напрягает и видел какие тычки у него с очень сильно дует гулянт за счет того что то было у него еще дает лайфстил дополнительно то есть мало того что вы разменивайтесь так еще разменитесь в положительную сторону сайлоса просто хорошо представить что будет если он начнет попадать и такая поймала поймала что дальше только убегать только убегать ох отдал и отдал отдал флэш и ошибается в этот момент тайников его ловит просто как будто бы бабка ведунья знает все очень здорово очень здорово получилось тайна как пришел как как всегда ворми как-то уж так опасно зачем же так делать очень опасно ты посмотри где стоял и посмотри посмотри очень-очень 30 метров от таура очень плохая ситуация сейчас она не типа не получит ничего из этой пачки не голду не экспу от кстати для такого мага это буквально катастрофа происходит про проходит fight снова на боте очень сильно просаживают команду синих слишком много контроля слишком много урона под этот контроль вносят летаю и и в лишь влетает ничего не боится естественно не забирают они знали об этом о ее как забрали огромный пак крипов которые джинкс естественно не получит дайв ну закономерно это было сильно нереально много теряет комп синяя сторона очень много наверное левелы либо 50 процентов левела с этой пачкой очень ужасной ситуации для них нереально сильно наращивают и уже 40 до керри но если вражеской вражеской если синяя команда за фокусе миру пойти у них есть все шансы перевернуть драку потому что вся голодать на текущий момент находится на сами тайников тайников попадается на на засаду затрапили ситуацию не читает ситуацию стирают вам бы по мгновению ока и забираю дракона что собственно последовательно спасибо большое за донат мне очень приятно что вам нравится турик пусть и собранный сделан на коленке мне тоже очень нравится пошел-пошел замесу топперов рингтон значит ультуют хавает откусывает от жопы так флэш флэш отработано дают все-таки рингтон сильнее будет в плане дуэли один на один они с понтоном понтон все-таки очень хорош тем что может сместиться с помощью своей ульты но вдоль дуэльных потенциал дуэли у него не настолько силен как у рингтона конечно ему стоило до сначала чуть-чуть понапрягать поразминать крокодила прежде чем кидаться но тут тут ничего не попишешь все-таки опасный опасный человек нет и замеса не попадаю так тут произошло произошел ганг летает джинкс джинкс сейчас фире поддерживает фир самира и это гарантированный даблкил это гарантированный даблкил все остаются в живых у красной команды ну что ж явное преимущество бота сейчас оттуда выйдут монстры буквально причем я обратил внимание что синяя команда сигналила что нет увижу на нет информации по ноктюрну только произошло сигнал ноктюрну же тут как тут на запушенной линии идти помогать ноктюрну знаем ноктюрну по прошлой игре тип очень хорошо ориентируются на этом персонажа знаю где находиться ринджи все прочее не первый день в общем точно красный бот-лейн просто выкуривает вражеского лесника из его же леса забирают объекты тайнакова непонятно где теперь фармить поделать по карте просто происходит скам унижения но я но тайнакова тоже можно понять он не может выйти на среды и по боту же профи же тип единственная ситуация куда он может выйти это наверное на топ но риннингтона не так просто убить это все-таки брузер которого есть лавстил таргет контроля и ешь с помощью ешки он уже также выйти нам ситуация все равно гадкая потому что вся нижняя часть карты буквально вот контролируется красной команды там варды убитые существа фулл хп готовность врываться что же так что сейчас произойдет сейчас будет стан но здесь есть тайнаков он ох забирает тыкает тыкает в кбд керри убивают отлично переменяется ситуация все идет в пользу синей команды воюют с лионой и он забирает леона леона забирает забирает все-таки а д керри и ну естественно блин ну так бывает о нет но так бывает такие забирает саппорт уходит в любом случае этот файт был полезен синей команде хоть особенно в такой ситуации справедливо 1000 голды самиры пошли а дешнику который находился в беханде это супер ворс и для их для них так получается подожди ка этот жучок был забран да это здорово который герой дам первые забрала красная сторона ногтюрн так врыв ну замера сейчас очень сильная он пузо трейдится с этим крокодилом но промазывает копьями плохо-плохо получает урон после ешки посмотри чуть 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 почувствовали силу и начали слегка опасно играть так что даже получают чуть-чуть получают по лицу и что здесь произойдет будет ли врыв tower нет слишком быстро полсекунды и нет лица и этого тоже забираем фри голда это уже вторая игра красной стороны которая реализовывает вы сильные стороны через бот-лейн ногтюрнгом то я на руки подставляется флеш удар вышки нет выживает получает он получает он из рун дополнительное здоровье после смерти до бабочку так герой таранит вышку бот наполовину снесен разница 6000 голды ну красные команды идут очень сильно по темпу выкуривают просто синих ворот айла своего ворот не совсем хороший ультимейт скажем так было бы неплохо степо сварно своровал своровал ульт этого райкана идет какая-то борьба слегка разрозненная всех раскидывают ой и райкан очень хорошо очень хорошо тех абсолютно я хочу не команды добыла же но достаточно да да урона было было внесено но недостаточно вот совсем чуть-чуть каждому по чуть-чуть чтобы хоть какие-то были кивы хоть какой-то импакт в голду не хватило не хватило продамажили но недостаточно как бы раз играть салас просто дайвит они так джинсады флеш уходит так и он и он жив он жив хорошо рейкан ведется на жадность свою личную но выживают удивительно хорошо ли блан что-то хочет придумать думать что может почти ну нет нужна поддержка хорошо слышать что-нибудь здесь придумают смогут ли не добрать ли он должны 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 тайны ковдова ой 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 какой ужас какой ужас какие размены размены такие не собраны какие-то по карте разрозненные кто-то кого-то подбивает на лоу хп догоняет это леона просто постоянно рядом с дешником и всегда просто готова прийти на помощь добирает она все-таки тайна кого как говорится размен на один в один ворсет вообще 22 по сути но в той ситуации конкретно ну в итоге мы имеем что имеем 616 в принципе счет такой уже подошел критическому но все еще есть разница конечно фарме я даже сказал в некотором ладик вроде колоссальная на 50 тайна как проигрывает от ногтюр на это большими большая голода как ни крути из опыт к тому же 7 level на 10 но если они поймают хороший чарм от райкана и синяя команда сможет все-таки забрустить пару таргетов то они в пятером уже смогут доесть троих до 4 в целом возможно для несыгранной команды синий под подошло бы когда не такая тактика чтобы взять просто метовых персонажей не обязательно каких-то скиллозависимых и сильных в хороших руках может быть просто что там что то что работает как часы как например было в прошлой игре о ее так рингтона напрягают добьют его должны добить рискует немного панта он успевает громку за правильно сделал что ступил пока не было дабы их жизнь получает о ее и тут не прощают не прощают за грубость что это фир ноктюр на все нет и успевать эти от вышел из 11 забирает этого стрелка не церемониясь просто так этого подвышка промазывали он и ешкой но урона все равно у дэшника достаточно ловят они чарм тиммейтом попадает ровно о ли бланке естественно вышка отдается река ничего не может сделать так напугала флэшом но ничего не стала делать интересная тактика но это в любом случае агрессивное движение дам ему следует бояться там кому очень тяжело его понять можно тяжело бот линия и по супер behind me тоже проиграл 1 3 то есть тайна как просто не может найти себя по карте не знает куда ему смещаться что ему делать если он даже будет смещаться на какие-то объекты единственная возможность типа как-то попытаться нарастить темп это если он по кд просто будет воровать объекты даже в размена свою жизнь потому что другого варианта нет если красная команда будет еще раз забирать абсолютно все объекты на карте напоминаю напоминаю что у красной команды абсолютно все вышки живы целы практически невредимы конечно это голда но не похоже что есть возможность как-то до добраться о ее чуть-чуть чуть-чуть мимо немного дамага 2 на 2 fight живет рейнентон живет несмотря на весь полученный урон уходит спокойно из битвы рейнентона скоро будет готов потрошитель предмет которые и нажатие тебя лайф стилит зависимости от количества игроков вражеских игроков округ тебя то есть он процент на хирург когда он будет вообще не убиваем и таких вот тычках коротеньких на испытали на прочность успевают лично реализации но очень специфических у тем это трейка на нужно было давать у тиммейт но вот как на мой взгляд когда вражеская команда была под вышкой чтобы они получили больше тавер хитов и было больше шансов их убить но на верочку он решил судя по всему равикан решил просто запротектить своего мидера он все-таки не умер опять бегается на вот на крифах бегается на крифах очень осторожно да у любом конечно может вызвать такое ощущение безопасности из-за ее скиллсета но не не с ноктюрном не с ноктюрном нельзя так делать на согласен как говорится один раз у тебя это же вылетишь прямо в таргет как как лисин прям с кушка и посмотри просто на контроль карты от красной команды это какой-то это что-то с чем-то где только нет их вардов они абсолютно везде полностью а профессионалы причем не чураются взгляни не чирается спорт одешник покупал вард мидер покупает варды тоже стали звучит уже как серьезный уровень контроль карты невероятный просто решают отступить но здесь же ленингтон это уже совсем другое дело другая драка здесь же все вся команда и сюжета 5 на 5 все по одному в спину в спину по одному допрыгали всех доели драки как таковой и не произошло это скорее всего как минимум сторона может быть и and не 10 секунд без таймера на текущими 15 в зависимости от того как сейчас поведет себя команда синяя как они смогут хотя скорость мне не позволяет хочет хочет очень сильно набирают а уже брали себе пентакилл но ноктюр не дает раз одной башни почти нет очень сильно захватывает преимущество красный и что самое главное они его не отдают не играют рискованно принимать какие-то команды сражения да да абсолютно железная охватка то есть медленно как паровоз просто идут напирают по всем линиям контролят не делал никаких учитывая имущество в голде в силе они все равно не делают какие-то сумасшедшие там оторванные файты на полностью согласен ребят или а фута нет у него там дела появились точно очень тяжело синей стороне на текущий момент он не сильно отстает формула тренингтона но при этом чувствуется как бы какая-то это разница плане и выживаемость контроля дополнительно ну да да ну посмотрим на следующий пик все-таки у красной команды правда но вот кого не возьми ну риммингтон ну вот как он может не работать сам по себе да никак новые персонажи которые ты знаешь откалибровать их занимает время причем немалая вот и в студии ли он а когда ли он они работала скажи мне это бывает разное бывает вардилки ведь и не вардилки орден саппорты в мете такие намечки сараки и леона мало что может сделать таких ситуаций ну это вот специфическая ситуация а вот сам по себе как персонаж все-таки миграция ли у нас ну страшный зверь в плане согласен этого контроля мой одешник даже которым плохо играет на стритах всегда любит танка спорта 0 это я с тобой полностью согласен так ну здесь забираются барон абсолютно нет никакого как никакой информации оба они абсолютно нет увижена то есть синяя сторона просто не знает об этом плечку пишут забирается сторона не может не может ох играет вот это сильно с флеша дотягивается станом все поддерживают как один за одну секунду никто не думает разбирать так ну в общем-то драка приводит к исходу что синяя команда лежит только ли блан жива это жизнь на волоске просто не забирать так просто спроса забирать чтобы поглумиться и собственно собственно заканчивают ну чтож красный подтверждают то что мы не ошиблись никому не показалось ребята играют прямо на таком уровне достойном приятно смотреть насколько они быстро понимают друг друга поддерживают очень очень уверенно они захватили преимущество и вообще ни разу вы не отпустили нам киберспорт какой-то не иначе бежен должен карты просто сумасшедший можно посмотреть так то тема контроля не вот купина тотемов контроля у рейкана 2 лб 2 и у понтона 2 здесь 4 у лесника 4 утопера 1 у одешника 2 у мидера и 6 у саппорта у ее смена это только тема контроля не считая обычных вардов которые поставили очень жесткая игра 1-0 в сторону красных ну вы поняли себе могу сказать что хороший контроль у противника он просто даже дизморалит когда ты каждый раз натыкаешься и видишь у тебя просматривают здесь нельзя сюда просто так не сходишь тут по-любому ждут это просто сковывает по рукам и ногам чтобы делать некоторые вещи то есть этот контроль доминирующий прям именно психологически для меня решал всегда многое если я вижу что наши не ставят противники ставят сразу чуть-чуть больно наблюдатели акси секундочку я отойду на буквально да это best of 3 так ребята свопают стороны до хабару че такое фокус дэну шел на это понимаю все персы открыты до у меня хорошо я всем доволен так спогодите-ка они что между собой не подобавлялись друзья я себя чувствую да вообще ништяк мне нравится смотреть эти турниры что странно вроде бы до этого пару раз пытались и как-то ну как-то кое-как кое-как сейчас прям самое то честно говоря мне тоже нравится вообще кайфовая штука днем я бы еще и поорать смог эх поорать поорать на комментаторе это самое что я тоже думаю самое святое ближе к вечеру я успел поорать когда там взаимодействие дико вообще был четко не завтра или встречать надо надо что-то с хатой сделать у меня все стены в говне рил блин у меня тоже мама сегодня просила там помочь по дому я еще переезжаю в другую комнату тоже все это дело организовать но я могу как освобожусь еще к тебе прикрутить прикрутить помочь ну если чё на связи так что все готовы ребят добавьтесь добавьтесь друзья пожалуйста рук трубу чтобы вас не инвайтить потом мне после игры 1 кинул все только займать чем дело все окей рик пока я слушаю но вот из всех турниров что вообще что-то там смотрел что-то могу понимать со слов там комментаторов и прочее то к с наверно ближе всего да я вот к с вещешней шарю ну и так я турниры пока спасения про раскидки про хуитки я вообще ничего не знаю так чисто сказать кто попал кто промазал то промазал все все залегал окей вам фаза погнали а теперь оппоненты с сильнейшим ботлэйтом на текущий момент на синей стороне то есть они свапнули сторонами проверяем банки ега респектит вега из респектит вега тайна кого поэтому он уходит банк но на самом деле вега сам по себе еще сильный герой так что леона хорошим боятся время я соли он и ребята поняли респектит понял чем же ответит синяя сторона каким же банан он побрал старцу я бы точно провел я бы даже поучаствовал знаете ли запросто вы в курсе то что дэну ли он выпал неделю назад и фрэнки в этот же день еще и фрэнки выпал это правда мне еще три леги типа три фиола выпало не два фиола и 1 лего а ты планируешься не запускать максим блин виза когда мы закончим если честно я уже меня уже лепит так что посмотрим какой счет финале на текущий момент 1 0 сейчас идет best of 3 2 игра баня треша команда тайна кого так команды фэйсканта все-таки банят не стесняется просто спамят ноктюр на не стесняются ребята подожди-ка подожди-ка а он он оправдывает ожидания то есть не грубит не грубит до забирает кайна но обезло ли команде тайна кого что он взял кайну потому что на ноктюр не он опять же оказывал не просто нереальное давление на зайды он был плюс 3 левела относительно владимир шин ничего себе ничего себе буквально буквально зеркальное отражение прошлой катки то есть классические чемпионы canon вау не часто вижу кино на самом деле калисто это будет калисто браум или или калисто лууу дикий дак а что со слухом не так что с тэфом и сейчас заметить он типа нормально себя чувствует не скажу что он прям костер и дуэнер но вселен а это у тебя забудется понял у меня не не у таки таки дак он понял банят бритскранга не хотят видеть есть кстати такая связка бритскранг калисто типа бритскранг тянет хуком а калисто типа тянет ультой и можно так подвышку оппонента затянуть это либо когда фан тактика ну как минимум мы еще не видели этих персонажей так что вообще что-то предупреждать сложно пишет алё блять вы нахуй меня саппортов банить видливо красная команда просто отбанила четырех саппортов кстати точно кстати судя по всему именно этого и боятся они видели что делает леона но у тебя страшный блескранг страшный трэш страшный все это жуткие саппорты что максончик возьмем интервью потом у победителей да можно зелен на саппорте интересно очень не очень здорово что у них есть скейлющиеся герои такие как владимир зелен но возможно возможно они не смогут заскелиться возможно их застампят верли и они уже не получат свои слоты очень рискованно гигарим кстати для тайна кого удивит посему взят пайк вау 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 судя по всему что у нас еще впереди два боя скорее всего жди уже завтра если если ты будешь свободен что это берут на топ-лайн что это ну чё гад отлично скеллиться в целом но шен будет часто помогать своей команде это может сыграть злую шутку а погоди так best of 3 если они сейчас побеждают то это все кого не понял да я почему-то решил что там по-любому еще два боя ну ну да если даже две игры они выиграют они они же могут отыграться типа два в три сыграть а то такая блять у меня постоянно какие-то проблемы с вашими сетками турниру ну смотри best of 3 по какому принципу типа если вот эта команда слева которая сейчас синяя держит вот еще одну победу ты просто еще одну победу нужно держать и все то есть три ноль будет до трех очков да да до трех побед ну да тогда это best of five ну стоп если ты бы 100 в 300 она же по 100 в 3 по идее получается это по сути пацаны говорят что это либо до до трех очков либо best of five как бы не 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 все правильно по 100 в 3 получается сейчас последняя решающий если выиграет синяя сторона если надо да если все правильно по 100 в 3 все правильно sorry 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 ребят я уже просто сам чуть поплавился и а и и и и и и и и скажу 5 на 5 ансал у обоих команд хорош и по зеленый рез и дает контроль с кушек и замедляет ешками без фортуна ультит просто по пятерым этот скажите мне гикарим перед всех джен просто деф это дэшник условно говоря дать здесь бэклайн или инициирует и владимир просто ультит хорошо типа тоже наносит урон то есть нужно вот и вам тоже неплохая комбо но есть кеннон который может все испортить может влететь просто в пятерых и там ассасины типа пайк просто разрутиться по всем не все и на этом даже по закончится особо не к листа не нужно не особо не разбираюсь в комбах ну когда смотрю на команду на персонажи красной команды возникают какие-то вопросы все-таки как то это не знаю для меня почему-то это не выглядит уверенно хотя кто знает возможно вообще ничего не понимаю но смотри я считаю что я смотрю на драфт красной команды и я понимаю что они не знают кто на чем играет пока в уме нет играться к включаться так типа на ком можешь сыграть на ком можешь сыграть на том-то на том-то да на том-то на том-то и не из этого выбирает строить какие-то драфты судя по всему и то что мы видим это неплохой трат для команды которые собран собрана час назад 30 секунд ребята в чате какие у вас ставки на какую команду ставите на синюю и на красную я бы сказал кого-нибудь более уверенное мнение но и пик синей команды тоже такой необычный чё гад кеннин что листа я даже сказал что он сильный в плане исполнения если на них хорошо исполняют то он может прям очень очень сильно на желтую не то желтый то есть типа пайк если будет хорошо хукать и улететь и папайк может solar типа раскидать команде голду и по у него же знаешь как работают по-моему помню он когда добивает последний союзник который наносил ему урон получала ассист получает столько же баба анда отлично еще может дико расшарить голду синие 20 и в кальянную калик подушить ну я за тайна кого хавару я тебя понял понял доктор кеннен как будто в 2009 году холливуд синяя понял понял начинается ребята вторая у нас игра все хорошо по две с половиной тысячи выдано на руках все сборе смотрим смотрим интернет мизация и керри лист наберет long sword они мечта рано что кстати интересно так это в общем так так сейчас все это дело поменяем пошел пошел инвейт забираются во вражеский лес ставят ворды не знают гром пузо увидел нечто сдал всю информацию сдал или нет подожди сдал или нет сдал информацию отступают это было это было очень близко прям за малым пытался пару скиллшотов да и домой неудачно владимир бдит будут ли пулить bot lane кайна кайна может соло забирать ким пыль сам происходит связь к листы с пайком стоп пайк стоп пайк не нажимаем на эту нажал все-таки будут улиц так будет быстрее это правильное разумное решение сами наверняка старкивались тем что ваших с улак у пайки просто начинает с куриц в ссобо но от пула он только быстрее зачистить в лес вот от пула забирает первым красный идет на краг на крагов на голем ну здесь собственно выполняется ура свою работу но попадается на хук получает очень много урона первая кровь от каллисты что же происходит сразу вот так вот со второй минуты и это даблкил на боте просто вот так взяли просто оторвали как-то зилан забыл что у него совсем мало хп ой-ой-ой-ой-ой даблкил на второй минуте для каллисты которая сможет сбека уже себе позволить берсерки сапоги на скорость атаки и это очень неприятно будет для красной команды на текущем известно неизвестно вообще что произошло почему здесь такого же расстояния может просто надоедать солить противником своими бомбами и тут вот оказался прямо в ренджах ука так напрягают ой-ой-ой-ой-ой дает на упреждение но владимир всегда есть он всегда имеет возможность еще и отбежать играет опасно никто никого не убивает ой-ой-ой-ой-ой доедают крипы и чё гата невероятный проект от грампузо просто на лимитах играл гром пузо сыграл на лимитах поверил себя и получилось а хорошо хорош . хорошая попытка но нет его продолжения смотрим еще еще один дэш половина лица узи нету пока что у него с армором в принципе как у персонажа зелено до беда бедовый то вы посмотрите посмотрите жесткие тычки а и всего ничего ему надо чтобы умереть и собственно так и происходит гека тайников не успевает буквально на секунды чтобы помочь ситуация напряженная хотя а что гречек а теперь мидер нет просто вот просто были игры у нас есть он был на миду против химмердингера то есть все зависит от игроков если они хотят пикнуть героя на мид который не мидер то ничего страшного ставят контракт боится все-таки без моей сможет зайти лесник мой без мы не знает что может зайти через стенку и она на умело надоедает на рейнджи да вечно это конечно создают проблемы просто очень много урона наносит не дает фармить шину что замечательно так ним бомбой 1 попал стала не получилось подтянули и забрали зи просто как тряпочная кукла был разорван в очередной раз смерть за смертью и так что я за опасный плей подождите к и бывает и так они станет конец серии убийств забрал деньги вышка не добивает такие лимиты вообще ужасно что делать ай папайка за этим облюдаю еще в шоке если честно чагат и владимир хорошая пара опять происходит какая-то грязь нам на боте в основном какие-то заносы под вышкой агрессия есть информация есть информация есть информация есть информация был увиден на скилле гикарим был увиден на скилле улетает кеннон идет еще еще один ганг от сил на гром а игру и это где-то это размин но это ворс для команды деньги получают адека ну ассист как бы они шарят между собой то есть и пакет я там был а там была ульта они тоже пайк вообще здесь итак ловят в очередной раз и все не учится на своих ошибках прожимать на себя уй по себе прожимал на себя ульту или нет нет у него всего нет а то есть там у него 6 еще нет конечно конечно 6 левел у гром пузо ате и утоп лайнеров в обоих хороших кинул ухт какой урон какой урон хороший смелый хук каким-то образом он знал что его поддержит и причем вот прямо вот на таких вот дальних дистанциях с ультой кеннон пытается убить шена но ничего не получается шан уходит так лагуны серьезно тебе 500 рублей на карту закинули прикинь нормально тема их гром пузоем чагать не дает чага от этого владимира оставляет только кровавой что делать что 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 на таких лимитах на на микро хп размен 2 2 и они что самое главное красная команда стопнула сейчас он потому что дракон должен был достать видео телепорт оттенана чтобы из этого этого это жарко и они заберут эти два забирали скорее всего заберу дракона так как телепорт был сдан естественно не забирают изи нет нет не решаются они брать не решается не брать дракона не хотят дракона знают что где-то поблизости уже вражеские или стихи но на самом деле это не так разница конечно довольно таки большая на боте плане фарма а у всех остальных игроков кроме то плей на 20 крипов в принципе значительно но не колоссально скажем так или счеты из башни получили деньги так за промазывает бомбы кидает на упреждение очередной если получилось может быть мы увидим этот стан так раз идет кайк у ее лист уже хотела бы коса и дожмут подвышкой дальше не хотят отпускать и это смерть отдают отдают пайка но это походу просто проявление агрессии просто проявление силы не бояться просто давит 16 6 наблюдали уже такой счет в прошлой игре хотел взять и без мы тебе на на топ чтобы помогать батлы но к сожалению получил кино на топ да там то есть и себе не помочь и на бот уже не выдвинуться с таким раскладом к сожалению да просто не двигается хочет отдать шоу балл себя проявляет какое-то такое личное предвзятое отношение к этой игре легка поддается очень сильно то что пока да просто этот кино ну что кино ну что кино решится со станом со станом и ультом но не пробивает ульта несмотря на то что было успел сколько не знаю 2 наверно два тычка было все равно не сбривает и ой-ой-ой-ой слыша пытается добить подвышкой может быть получится все-таки да должно должно и уходит живым кину не понравилось то что и нам чувствовать свободу что лесник не приходит на на тупле просто давит беспощадно этого шена цен просто совершенно просто ничего не остается как отдать эти 300 голды забрал свою сдает хилл чтобы похилить вот на порта грунтку задает ультимет скорее всего это будет kill да это определенная ногов до отдают отдают владимир забирают себе голду это конечно ворсет что они убили на потратили двигатель это может быть колоссально пойти на драконе просто просто посмотреть что творится на боте то есть с этими тычками таким персонажем к листа показывает этот весь урон буквально хочет еще одну закинуть мы бы взорвать эти копья то есть не сдается идет их пушит пушит так зелен прожимает на себя ульту его пока не убивают или заруба верьте все равно застанет шина хочет хочет забрать хочет забрать с налога по двух противников естественно получается с этими отпрыжками туда-сюда в даже выйдет урон от товара синяя команда чувствует преимущество поэтому судя по всему у них синий каин это ассасин хотя ну судя по пику там неплохо бы зашел и красный на самом деле в озеро у них не хватает и поесть есть конечно чугат который может пойти до через перчатку и в танка в целом согласен к листа очень сноубольный чемпион и то количество киллов которая дает команда и поэтому андамы из колеса нельзя было колеса это вот прям фатально ошибка тькил и команда типа дать килл и к листью это еще пол биты главное чтобы это преимущество у ады керри и по просто темп просто двигала всю эту карту что прилип чтобы это голода была реализована и что самое главное так алиса реализовывать эту голду она просто летит разваливать кабинеты да пока знает что может и очень быстро разобрать не сдается не отступает дайвит под вышки поддерживает своего саппорта хорошо делает в общем-то смело играет но собственно что тут еще придумаешь когда есть такой рюкзак и там столько предметов они угадывают в игру пузо и выйдет подброс пытается чуть-чуть разменяться у него силу вышку поймали ты на кого взорвали копия он еще уходит но нет нет копье копье летит прямо в спину очень сильная к листа тоже рано буду давить громко за еще и сколько контроля выделив громко за просто невероятно получать для себя киуме спортуна не спортуна будет играться в нас леталити они через ванхит и как обычно свободный мешок с голдой появляется рядом всех сформили всех убили закономерно 2 на 2 с таким преимуществом к листа конечно не оставляет шансов ребята хорошо хорошо чувствую что если бы мы дали время красной команде в следующий раз пересобраться то есть да там залетели же вообще случайные ребята он срезает голову шину и роль разбил башню если мы дали ему время пересобраться найти там кого-то кого-то с кем бы узнаешь им было покомфортнее играть я не знал что может быть даже может быть даже от тренинется возможно надеюсь эти ребята захотят в следующий турнир еще раз поучаствовать они они играют неплохо на самом деле только что сыгранная команда едж сатана я вроде сделал очень большая разница все-таки приходит на лес на топ и на стрелков level я мне сказал колоссально ой 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 мисс фортуна пытается уйти копьем в спине не хватило одного копья чтобы добить эту мисс фортуну идет борьба за вишен между чугатами зеленом зераска раскидывает грязь на своих пойман как обычно пойман это излюбленная цель для колеса и тайна как уже сдался до тайна тайников тайников не смог поджег чугат тайников не справился с психическим давлением эмоциональным и бессмысленно за последнего или нет ребят ну что тут ребята уже отчаянная ульта для всех все становится понятно в любом случае за назвать что играли прям плохо скорее всего просто объективно более такие сильные собраны уже сыгравшиеся противники поймать промазывают немного учить ты видишь что произошло к листа чуть можно от бомбы и мужик у тебя нож в спине как играет этот пайк ему вообще плевать просто летит разваливать застань милианом зеленый нет ультимейта шина теперь тоже играют я на ее о ее кин ворвался мой гад и он просто не стеснясь дает флэш мисс фортуна добивает скушки так вашей башни оставляют живых решается таки честь детьми с фортуна этого кайна и она лично вина делает плюс 1000 1000 голды срывает куш возможно не все так плохо ну если бы совсем позитивным может быть им это как-то поможет но мне кажется что ребята уже просто просто веселятся просто рейджет вкидываются устраивают бурлеск шоу будешь перекатываться на вас не знаю ребята не знаю посмотрим к листу уже сколько слотов уже три с половиной слота следующий по ходу будет вот этот вампирский скипетр как называет приходит приходит жирный чердак начинает отрывать куски тайнаков не дерется позволяет позволяет саму саппорта умереть причем дважды умирается он умирает от кометы давай беги не унес свои шестеренки гром пуза стараемся все равно пытается разыгрывать хоть как-то как и видевает как может да стиснул зубы дерется ну вот последовательно с каждого лайна снесли tower уже пробрались на базе их не остановить само сопротивление конечно но все равно бьерли очень агрессивно играет данная команда то есть команда синяя нереально играет бьерли очень агрессивно очень сильно доигрывают не стесняются тем что доигрывают захватывать просто преимущество потом его реализовывают просто на фонтане не дают играть ребятам просто на фонтане белоли с 3 полкил у бэйби и трипл красная команда сдается ну это 20 пользу пользу синих нынешних текущих а значит а значит текущих синих а значит они победили в турнире согласен согласен что пойдем брать интервью у команды победителей ладно так я тебе сейчас ссылочку скину ну арди да давай сразу в такси сиди в которую мы закажем такси сети такси сити и на седима сити совершенно так вот команда 3 это которая вот победителя погнали здравствуйте победителя здравствуйте рассказывайте какими трудностями столкнулись что у вас было на драфте как вы пришли к такому драфка сучечка послушала в первой карте что я кеновна хочу взять она сидела здесь с нами и забанила его мы реально вы короче говорим чем хотим пикнуть его сразу баня вот прям сразу нас как будто слушали да потом нашего саппорта решили за стрим снарить заманяли ему 5 саппортов на драфте мы уже не знали что пикнуть это мы видели да вы еще и себе лугу забанили к тому же они просто пикнули full scale комп первые три пика и мы решили что они могут пикнуть улулулу плюс когмаф и за скейли целый и забанили для этого понял понял и вас трудности возникли играя против игра финале хотел хукать как не хотел хукать он очень агрессивно играл это недостаточно агрессивно у меня короче с самого начала он говорит хукай 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 я говорю там крипы но я его дали знает как его со мной играть я знаю как его с ним играть это мне мне понравилось мне понравилось мне понравилось вообще классно зашибись на правда это керри хороший у меня пацаны вопрос мне все-таки интересно насколько часто вы играли вместе вообще в принципе ни разу команда тоже до сформирована во время турика а вот интересно я почему-то думал что у тебя какие-то припасенные ребята или что-то в этом роде то есть тоже особо каких-то между собой чиков каких-то таких тоже типа тактик или каких-то притирок у вас особо тоже не было да не произошло действовали как есть а мы просто сыгрались просто само по себе прошло мы просто узнали кто на чем играет и у нас приоритеты по пику то есть у нашего лесника два пика но почему-то никто их им не решил не бани мы тоже обратили на это внимание да вообще не респект от этого ногтю но это очень странно вот оба раза самая вот такая вот какая-то грязь какие-то движения происходили начинаю значит с бота что-то начинало происходить какие-то движения такие особенные драки файты и мне вот реально показалось что типы особенно когда на леоне играл саппорт как будто бы знаю друг друга с рождения вот просто даже не слушая чем говорит просто летит следом меня подставил там постоянно шуткова летели на будете типа он постоянно что-то горит надо идти делать окей все лечу вот кстати хороший хороший вопрос кто же отколил все-таки в игре были у вас это однако он сутку а то есть все потом играл позу то есть вы как-то вместе пытались сразу вообще типа каждый пикнул чего хотела грубо говоря вот последний год очень так было в основном обсуждали только то что мы хотим забанить на следующий турнир вас ждать в этом же составе у нас топ не нестабильная я с этим однако все я я с ним хоть куда пойдем хорошо хоть что хоть кто-то нашел друг друга и если я стабильный если интернет проведу себе то я стабильный получается за первое место мы подарим интернет да растение пожалуйста неплохо на хотел я играл стихи о каких-нибудь внутриигровых ситуациях но это думаю что вы не успели кого-то забояться или кому-то там кого-то избегать против кого-то что-то приду вот скажу честно скажу честно вот все три игры сколько мы играли ну точнее в 1 не было там две последних играли я постоянно боялся тайна кого ну вообще победитель по жизни человек ему придет мы все отъедем сразу разумно разумно на самом деле после первой игры вот где он еще что-то делал он в третье уже не ощущалось типа либо мы слишком быстро на боте разогнали что он уже не успел ничего сделать я был уже в тильте был и просто не хотел но и мне кажется что это тоже может связано самом деле его можно понять то есть ты не можешь выйти на линию которая уже проиграла то есть над настолько сильно потому что до этого он просто пытался фармить лес как-то быть кемпус вычистить это и не всегда получалось потому что где вы играли с амира лиона вы даже приходили забирали в красный баф как грунту за на топе ощущается но нормально на пантеоне он играл нормально если честно ну типа я не ожидал от него когда назвали игры на и думал все это типа выиграли игры на нет но на пантеоне нормально меня убил на фб дальше типа в не пошло него не знают что дальше делать для меня это было так удивительно я думал что это какой-то сверх план что есть какая-то идея это потайная просто вижу этот драфт и думаю ну просто я и бреги у меня было это ваще как будто я наблюдаю пик в нормале просто перса просто персонажи вот просто персонажи в последнем первые три пика были очень хорошие то есть влад шин плюс горим это очень сильно и потом они должны были просто взять кого-то кипер керри и кого-то сейфа типа браума мы не надо бы купили взять и все они бы соносе стояли решение увижу что не дали не дали додышать до этого момента там сбор был взорван просто в пух потроха кто знает был были сход другой но конечно ваши победы выглядели уверенно абсолютно тут как полностью согласен за урон из преимущества захватывали что самое что самое важное вы как бы захватывали преимущество его не отдавали в принципе то есть не было каких-то вот как мы с максимом комментировали что не было таких моментов когда вы делали что-то не так просто просто потому что у нас были моменты когда мы делаем что-то близко к тому чтобы это было не так у нас чувак в чате пишет ну который фейс без войси так хуйню творите в первой игре начали идти когда мы пошли в топ просто почти выкинули игру просто люди в основном не могли нас наказать они не могли собраться в одной точке чтобы наказать то что мы делаем и из-за этого нас всегда было либо больше либо были настолько сильнее что они не могли ничего противопоставить да скажите я вот почти никогда не играл чтобы так вот была команда и там были распределены серьезно роли и есть какой-то руководитель и поэтому точно не знаю но подозреваю что у руководителя особенно если он какой-то жесткий понимающий что делать импакт в игру должен быть наверное колоссальный это вообще ощущается с тем кто когда кто-то понимающий ты вот его беспрекословно слушаешь говорит делаешь это вообще меняет какое-то ощущение от игры я вот как саппорт который играет абсолютно хаотично точно могу сказать типа я на боте не думал сам мне все время говорил что-то отдыхать кроме последней игры в последней игре мне уже без разницы было мы то есть вначале взяли преимущество они уже все сразу в тильт они уже не играли то есть вся третья игра начиная с первой половины точнее сначала второй половины там они уже все без разницы было и мы тоже уже на расслабоне играл да-да-да было заметно что там ты инициировал лишний раз слишком агрессивно когда калиста там уже вообще было я в топе стоял мне не особо было важно там что происходит у меня такое есть я приду т.п нет я не приду ну вот в общем проще горит то есть на боте думал не а дк вот что горит то я делаю тут уже ну как бы навык игры мой то есть что я умею что не умею но суть в том что он типа горячий делать я иду делать все да вот может ощущение другие совсем до слышал такую байку да что когда есть кто а кстати правда ли это то что обычно выбирается и хотя я не уверен наверное это все от случая зависит я просто слышал что зачастую а дк выбирается как вот этот вот руководящий процессом ой тфу а дк саппорт это не так капитан команды по разуме в норма в норма в ну типа в каких-то серьезных типовых вот собраниях на самом деле да по разному то есть может быть это плейнер типа может или как вообще лучше всего когда шат колер это либо саппорт либо лесник потому что они больше всего на карту смотрят как раз за команды себя либо мидер понятно ну слушайте я если вы будете участвовать обязательно приду на следующий турнир мне в принципе понравилось и смотрите комментировать так что вам спасибо за игру если у вас ребят если вас какие-то пожелания для чата может кто-то хочет там что-то сказать да приходите на стрим на твич всем спасибо что смотрели ждите следующий турнир да на следующий будет лучше определенно определенно постараемся на следующий точно постараемся спасибо большое ребята вам за интервью спасибо большое за игры это было здорово спасибо за себя привет смайл-кат алло ну чтож будем закругляться давай ты тогда сразу продумай выдвини эту дату турнира я думаю затягивать не стоит пока уход ну вот у людей какой-то интерес сохраняется можно сразу там в течение недели на самом деле на самом деле ты прав абсолютно чатик это очень важно если вам в принципе понравилось принимать участие смотреть или что-то вам понравилось целом если вы хотите продолжение конечно фидбэк это очень важная составляющая да заходите в данную группу угол просто говорите об этом вслух что неплохо было бы вы знаете как это мотивирует мне было очень интересно вообще вместе с максом коментить вообще здорово очень круто очень круто и встречу попиздится понятно команд будет больше мы уже выяснили что желающих на самом деле в действительности больше чем там три-четыре команды давайте это да я обязательно проведу опрос в группе вконтакте обязательно проведу и мы тогда решим то есть все вместе понравилось очень мы тогда обязательно до вконтакте обязательно проведу опрос ник скорее всего если будет турнир то это будет в сентябре в середине сентября следующий мы просто заранее подготовимся хорошо ничего себе то есть подготовим комнаты в дискорде они будут приватны для каждой команды чтоб не было никаких то вот таких таких нюансов что кто-то там зашел послушаю только какие драфты то есть попробуем на каком призовой фонд выйти красивый драфт пик оси гром говорит за микро он там рэп не прочитал ну что ребят большое спасибо вам что пришли очень и очень здорово что у вас было так много и всем было интересно все делали какие-то ставки тоже надеюсь вам тоже было интересно я конечно к сожалению скиллов не знаю героев я хоть и много лет играют игру нас далеко не все скиллы знаю что если подожди название названием конечно чтобы комментировать и было интересно нужно знать название типа мы конечно можем говорить информацию по карте расположение там приоритеты какие-то это но когда все быстро начинается заваруха ты особо даже и не поймешь и типа чуть и по имя конкретно ляпнуть кто чем кинул ну да во что попал согласен поэтому если вам реально понравилось скорее всего реально буду тратить время и учить скиллы всех героев нашу спать от ну что максим ты пойдешь стрим стрим чить нет все я спать не уже херово но я завтра с утра проснусь я думаю там будет время еще понял принял так но мы надо будем с вами прощаться на ребята в чате я обязательно сделаю сделаю опросник вот после стрима за фидбэк кто как что какие предложения и мы решаем давайте дорогие друзья большое вам спасибо за участие за просмотр за вообще за ваш интерес что вы пришли губ на это пока пока